Алхамду лиллах, والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه أما بعد После наших опровержений у Аль-Мута, казалось бы, всё ясно, понятно, мы записали где-то 20 роликов, полностью разобрали этот вопрос, подошли и со стороны Тафсира, подошли со стороны Аль-Хадиза, подошли со стороны Аль-Атфар, то есть сообщения от сахабов, подошли со стороны Фикха и привели слова Сараф, слова Хараф, слова Аль-Маасри, причём упоминая источники, как и сунницкие, так и шрицкие. Ну, на этом, казалось бы, всё закончено, как бы, Алхамду лиллах, всем всё понятно, и истина прошла. Но есть люди, которые, прикрываясь Аль-Сунна, на самом деле помогают щиа. Можете не удивляться, так оно и есть. Автор сайта, скандального сайта, наполненного всякой ереси и так далее, человек, который не учился вообще у учёных, человек, который, я так полагаю, самовучка, человек, который, я не пишет то, что не соответствует ни уронной сунне, это, есть некий Абу Муса, есть некий Абу Муса, который сделал ответ на мой ответ, где я в наших роликах, которые были записаны в 2014 году, о Мута, где я привёл доводы на то, что Мута и Рассина. Учёный, шиитский учёный из Ирака, Ахмад Аль-Кубейси, в своих лекциях говорит, что Мута не зина, что временный брак не является проливодьянием, что временный брак запрещён, однако не является проливодьянием. Такая, знаете, полемика, да, сознание с подсознанием, Мута хара, но не является зина. То есть, и вот это, с ним-то понятно, это шиит, понятно, хотя шиит представляют, пытаются его представить суннитским источником, суннитским учёным. Там ещё есть несколько, один из Ирака, вот этот Аль-Кубейси, один из них из Саудии, один из них из Саудии, по-моему, Хасан Фархан, ибн Фархан Аль-Малики. И они говорят, что хоть и Мута хара, она однако не зина. Ну, им учёные делали опровержение, учёные их ранг, аль-хамбулля, без ответа они оставили людей. В русскоязычной среде. Появляется некая выскочка, некая самовычка, это факт, это, кстати, заметно по его сайту, по его работам, по его статьям, по его лекциям, который говорит, опровергая наши доводы, помогая ши'ара, филла, аль-хумени, нет, Мута хури харам, но не является зина, то есть временный брак не является прерыводеянием. Я поясню простым языком, чтобы народ понял. Он имеет в виду, что если кто-то там снял, или заключил такой устный договор, да, договор между мужчиной и женщиной, всё, между ним и ею. Чисто, как говорится, такой тайный договор о вступлении, скажем так, в внебрачное отношение, внебрачное совкупление, то есть внебрачный акт. То есть это половый акт, однако вне брака. И этот мискин говорит, мискин по имени Абу Мусар Руси, он себя так называет, он ещё себя называет Аль-Атари, Фа-Ху-Лей-Са-Мин-Аль-Атари-Я фи-Жай-Ин, таб-Ан. Он говорит, что данный брак, я имею, данное сношение харам, то есть совкупление вне брака харам, как он заявляет, однако нельзя называть это Мута. Нельзя называть это Мута. И привёл там фетвы, Аль-Аимма, Аль-Кибар, Ам-Тур-Ислам, Кад-Ибн-Кудама и других в каждом мадхабе. Теперь я, инжа-Алла, коротко отвечу на вот эти вот шубахат, на эти сомнения. Прошу вашего внимания, максимально внимания. Во-первых, он даже сделал аудиозапись, аудиообращение, скорее всего, направленное на меня, где он делает Мерасиха на адаб. Он мне советует и призывает к адабу, то есть к этикету, к нравственности и так далее. Диво чудное. Человек, который проклинает, ругает Аль-Аимма, учёных этой умы. Человек, который постоянно лжёт на учёных этой умы. Человек, которого не раз поймали на лжи и фальсификации, и в ложном переводе. Есть очень много групп, там и факты, можете сами пройтись, и я думаю, этого хватит. Это как бы всем известно. Человек, который оскорбляет, кстати, да, оскорбляет. То есть человек, который ведёт себя как мальчишка на ночной арене. То есть джагиль будет нам говорить о адабе. То есть он будет учить нас адабу, нравственности, воспитанию. Фантастика. Второй момент. Он привёл, опровергая наши доводы, он привёл слова из книги имама Ибн Кудама, где Ибн Кудама и другие Аимма говорят, что за Мутаа нету хадда. Поясню. То есть кто вошёл в, или кто заключил Мутаа, договор на Мутаа, на временный брак, совкупился таким образом, его не казнят. Почему, говорит Ибн Кудама и другие? Потому что это не каха шубха. Вальхадду юдрау бешубхат. Такое правило есть. Ибо это совкупление было сомнительным. То есть она или он, оба, были убеждены в том, что данный временный брак узаконен. После заключения этого брака им привели, скажем, доводы, что это запрещено. Они как бы это осознали, приняли, покаялись. И оставили. Их не казнят. Почему? Потому что они думали, что это брак. И этот человек, приведя вот эти тексты, взял в довод вот эти тексты, опровергая то, что говорю я. То есть, что Мутаа дозина. Теперь как это всё склеить? Во-первых, он привёл доводы, как ему это подобает. С фальсификацией. Понятно, доводы поместил не на своё место. Но это понятно. Это его особенность. Во-первых, никто и не говорит, что если человек вступил в половой акт, думая, что это акт законный, таким образом, то его не казнят. Так я это не отрицаю. То есть, не нужно приводить, он там привёл мазавы, привёл мнение, создавая мнение, что вот видите, сколько учёных, оказывается, на том, на чём он, а я как бы всем этим учёным противоречу. Это как бы называется, такой, знаете, пыль глаза, то есть, да, своей хорошо глотающей аудитории. Во-первых, никто им не противоречит. Никто не противоречит, а шафи аль ахнаф, аль маликия и так далее. Никто не противоречит их фатаву. Я не сказал, что казнят за ошибочное, или, скажем, за такое совокупление, в котором человек был убеждён. Примеры тому, как сообщают ибинобещеба и другие, и также Абдун-Разах, когда Кавамару привели, или он узнал, что одна женщина совокупилась с пастухом, который и заплатил, она ему отдалась, конечно же, тем более в то время была ещё не все знали, что мута оказывается уже запрещена. Об этом даже некоторые сахабы не знали, как Амар ибн-Халейф. Не знали. И Амар не казнил её. Она хотела пить, что-то было в этом роде. Она страдала сильной жаждой. Была такая опасность. И этот пастух, видимо, этим воспользовался, или что, в тексте это не поминается. Однако в тексте поминается, что всё-таки они делали совокупление не никахом, а через мут, а временный брак. И Амар оправдал её. И учёные поясняют, более того, с текста и так понятно, что она думала, что это никах, что это нормальный никах. Потом ей привели доводы, и она ставила это деяние. Как, собственно, и поступил бы любой нормальный человек. То есть, данное совокупление, оно было ошибочное. А за ошибочное никто не казнит. И я даже речи не поднимал об этом в своих статьях на сайте, на своей странице. Об этом никто не спорит. Не нужно сейчас наприводить слова учёных-мазгабов, как он это хотел представить, что вот якобы и джамаа. А теперь, о чём говорю я? Я говорю о том, что если человек знал, что мутаа отменена, мутаа отменена, в этом нету хиляфа, нету разногласий у учёных Ахали Сундул-Джамаа, как это передал Имам Аль-Хаттаби, как это передал Имам Аль-Куртуби, как это передал Ибн Абдельбар, как это передал все учёные, Ибн Аль-Джаузи, как это передал, все учёные сказали Ибн Хаджар Аль-Навави и другие, Имам Аль-Багави, Аль-Кады Аль-Яд, Аль-Маляки, Аль-Яхсуби, все они передали единогласным мнением, что мутаа храм. Но бывает такое, что тем более в то время, раннее время, в первые, как говорится, периоды, не все узнали или знали или не до всех дошёл до хадис о запрете. Естественно, таких не наказывают. Также Имам Ибн Аджирейдж, который делал мутаа, даже в своё время, имам Ибн Аджирейдж, даже он, это ученик Атабин Абирабах, и шейх имама Аль-Аузаа, он тоже делал мутаа, даже в своё время. Однако её он не знал. Но как передали учёные, он потом отказался, и он сказал, что я от этого отказываюсь. Потому что дошёл на него текст. Всё, с этого момента она уже храм для него, индивидуально, в том числе. Так же обстоит дело и с тем, о чем я говорил ранее. То есть, кто знал, что мута харам, и сделал он, его побивают камнями. А теперь доводы. Во-первых, то, что мута, то есть временный брак, является прелюбодеянием, это пришло от ас-сахаба, табиун, табиу табиаин, и ученых после них, вплоть до наших дней. Приведу некоторых из них. Итак, сахар мусульм. Китабу-ль-Хадж. Китабу-ль-Хадж. Можете сами открыть. Хадис 1216, афон 15. Умар ибн-хаттаб говорит, радуй Аллаху, там текст, где он говорит о запрете Мухтаган, потом он говорит, Он говорит, порвите все свои связи с этими женщинами, с которыми вы заключили временный брак. Рвите связи. И если мне приведут человека, который заключил временный брак, мута, то я обязательно побью его камнями, закидаю камнями. Спрашивается, как получается, мута не зина, но просто харам. Однако при этом, Умар говорит, побью камнями. А мы знаем, что камнями побивают только за прелюбодеяние. Только за прелюбодеяние. Это первый довод. Это Умар ибн-хаттаб. Это Аль-Халиф. Аль-Рашид. Аль-Махди. Это Халиф Аль-Рашид. Первый довод. Это Алис Муслим. Далее открываем. Аль-Мусаннаф имама Аббакра бин-абишайба, ибну Абишайба. Текст с мастерства, с чего я выделил, вы можете видеть. 343. Хаддасана ибну Ауяйна, ана Захри, ана Салим, ана Би. Иснат просто безупречный. То есть, ибн Абишайба, ибну Ауяйна, аз Захри, ана Салим от своего отца. То есть, ибн Умара. Ибн Умар. Абдулла ибн Умар, это тоже великий сахар, сподвижник. Ради Аллаху анхума. Суэля. Его спросили о заключении временных браках с женщинами. Факал. Ла на аламуга илла с сафаха. Мы ее считаем. То есть, мы ее... Это есть нечто иное, как сафах, пролюбодьяние. Причем сафах, это пролюбодьяние. Это самое настоящее пролюбодьяние. Говорит ибн Умар. Это самое настоящее пролюбодьяние. Это ибн Абишайба. Также, это говорит ибн Амар. То же самое можно также открыть муслим. Муслим от ибну Зубайра. От ибну Зубайра. Абдулла ибну Зубайра. Сподвижник, раду я лову анну. Один из фукаха, кстати. Когда он спорил с ибн Абасом. Факадал аху ибну Зубайр. И сказал ибну Зубайр ибну Абасу. Фаджарр беннавсик. Так сам же практикует. Сам на себе вот это мудха. Фа в Аллахе ла инфаальтаха. Если ты это сделаешь. Или сделал. Ла арджуманна кабель хиджара. Би ахиджарик афан. Если ты это сделаешь. То я непременно обязательно закидаю тебя камнями. Отсюда понятно, что ибн Зубайр. Также считал ее за пролюбодьяни. Уже. Уже три сподвижника. Амар, ибн Амар, ибн Зубайр. Также говорит, опять же, ибн Зубайр. Уже у ибна Мишейба. Открываем Аль-Мусаннаф. Иснат. Там есть, вы знаете, Абдулла ибн Валид. Но он хасан, иншалла. Каля, ибн Абедзиб говорит. Я слышал, как ибн Зубайр сказал. Но делал хутбу. Инна зиба юканна аба джа'адата. Есть такой вокон, он жестко отзывается. Есть такой вокон, которого так называемый Абуджа'ад. Поистине, Мудха, это и есть на мое настоящее прорубадеяние. Мудха есть само прорубадеяние. Это говорит кто? Опять ибн Зубайр. Ибн Зубайр. Дальше, в этой же книге, далеко не отходя на этих же страницах, опять Иснат, Хадаса на Абдул, Анасааида, Анасааида, Анасааида ибн Нусаиб. Сааид ибн Нусаиб. Джаник ибн Умара и многих сахабах, кстати. Это великий один из больших кибер-таби'ан. Сааид ибн Нусаиб. Один из больших последователей. Он говорит, то есть, он сказал, «Рахималлаху Умара, ляуля аннаху нагаа аниль мутаа сараззина джихара». Да, помилует Аллах Умара. Если бы он не запретил, то Зина бы распространилась. Прорубадеяние бы распространилось. Саид ибн Нусаиб. Что касается Исната. То есть, хаддатана Абда, Анасааида, Анасааида, Анасааида ибн Нусаиб. Катада ибн Диама, Ибн Укара, Ас-Дуси, Аль-Басри, Имам Хафиф. Однако ученые говорят, что он далис, и надо принимать его цепочки только через хаддатана, когда он скажет именно «я слышал» или «мне не сказал». А здесь само «ан-ан», как бы, это сейчас дема не касается. Но тем не менее, некоторые ученые все-таки упирались на данное сообщение. Во-первых, катада бразнания у Саида ибн Нусаиба, это понятно. Однако некоторые даже и это поставили под сомнение, как имам Ахмад ибн Хамбал. А другие же ученые все-таки брали этот довод. По-моему, из них Аль-Байха, ибн Нусаиб и другие. Однако, не будет проблем, если мы эту текстуру все-таки приведем. Потому что это соответствует истины. И на этом были салафы. И на этом были салафы. Дальше листаем Аль-Мусаннов. Макхул. Макхул бин Мазахим тоже является имам. Имам – сверстник Катады. Сверстник Катады. Также они оба ученики Анаса, как я помню. Я слышал, как Макхул сказал, говоря о человеке, который заключил временный брак, что это пролебодеяние. Что это пролебодеяние. Уже Макхул. Уже и Макхул. Дальше передался Айд ибн Мансур. То, что Урва запрещал в временном браке и говорил, что это самое очевидное пролебодеяние. Итак, теперь у нас тридподвижника, которые сказали, что Амута, то есть в временном браке пролебодеяние. Амур ибн Хаттаб. Абдуллах ибн Амур. Абдуллах ибн Зубаир. Три сахаба уже. Также из больших табиан. Саид ибн Масаиб. Затем после них Макхул. И Аурва. Аурва. Все они сказали, что это Зина. Я не понимаю. Этот человек, Абумуса, ему подобные, да, самоучки. Либо, как я уже сказал на своей странице, не читают книги, либо они предоследуют Бог знает что. Нету ничего, до них дела. Не будет лекарствовать. Теперь имам как бы уже немного скрупулезно будем разбирать эти тексты. Говорит Аль-Дюсас. Ну, они скажут, например, как может быть мута Зина? Разве Господь может Зина? Вот Щиа за этот... То есть Щиа неграмотный и малообразованный Щиа именно вот за это и цепляются. Как мог Господь запретить? Как мог Господь разрешить пролебодеяние? Разве может Господь разрешить пролебодеяние? Господь не может. Господь говорит в Коране, что Он разрешает вам оттайебат, блага и запрещает аль-хабаев, мерзости. Ответ. Господь мерзости халяльными, то есть дозволенными, не делает. В целом, в общем. Однако делает исключением для конкретного лица, для конкретной группы в силу определенной мудрости, которую знает сам Господь, в силу какого-то там, скажем, в силу какой-то проблемы. Например, свинина. Господь говорит в Коране, что свинину можно употреблять в пищу, но Он же ее называет, что она скверна. Как получается, что Господь говорит, что свинина скверна, но в то же время разрешает ее употребление. Он же упоминает о самой же причине разрешения, а это необходимость. То есть, человек умирает от голоду, нет рядом ничего, кроме свинины, следовательно, сесть в свинину менее греховно, чем ввергать себя в опасность. Отсюда ответ. Он седает в свинину и выживает. То есть, данный общий запрет свинины, свинины относительно него аннулируется. до тех пор, пока он не садится. Как только наелся, запрет возвращается. Это есть шара. Возьмем, к примеру, спиртные напитки. А не мерзость или не мерзость? Мерзость. Господь о них причем очень жесткой форме называется. И в хадисах тоже. Даже есть тазир, то есть, наказание за прожбодеяние, за распитие, то есть, за спиртное. Однако, Господь разрешил же, ведь не сразу же он запретил спиртные напитки, он запрещал поэтапно. Ведь мы же скажем, что если спиртные напитки, алкоголь, вино, да, это мерзость, никто это не оспорит, и не мусульмане тоже знают, что это мерзость. Однако, почему Господь мерзость разрешил, я не знаю, определенное время до обеда, а после нельзя? Или запретил, скажем так, именно за час до намаза, апостол разрешил. А потому, что была такая необходимость. Господь знает, что он делает, Аллах не спрашивает о том, что он делает, однако мы будем спрошены. И таких примеров много, таких примеров много. имму таа, в том числе. Потому, что Ибн Масуд в хадисе мусульма, он же сам сказал, мы были на военном походе, как раз это было время Хайбар, как раз конец Хайбара, ближе к Фатха Макка, конец 7 и начало 8 года Хиджри, он сказал, что мы были на военных походах, и с нами не было женщин. Ну, хотел женщин, как говорится, они только, как бы, недавно только с Джахилии, все-таки, так сразу не отрезают человека от его прошлого, надо как-то постепенно его перевоспитать, все-таки жизнь человека, как бы, да. И они хотели в силу своей богобоязненности себя кастрировать. Они сказали, халь нас тахсы, можешь себя кастрировать, саля Аллаху, али вассалям запретил это делать и на три дня, всего лишь, на три дня разрешил делать временные браки. На три дня, чтобы успокоить свою душу. Понимаете? И вот этого и боялись сахабы, то есть попасть в это запретное деяние. И то не на мусульманок, и то не на мусульманок. Поэтому говорит имам Аль-Джасас в своей книге Ахкам Аль-Кур'ан, это Абубакар, Ахмад Али Аль-Джасас Аль-Рази Аль-Джасас 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 был узаконен в определенное время. Вначале И ее одобрил, разрешил пророк Аль-Джасас Аль-Джасас А ведь Господь никогда не может разрешить делать Пролюбодеяние. Никогда. Это мерзкое деяние. То ему ответим, говорит Аль-Джасас, мы ему ответим. Зина Зина, то есть временный брак, не был прелюбодеянием в момент его исключения из прелюбодеяния. Еще раз. То есть прелюбодеяние, это Зина, аль-мута, временный брак, не назывался Зина, когда его исключили из запрета, когда разрешили на три дня. Вот в эти три дня он не был Зина. Точно так же, в моей комментарии, точно так же, как и спиртные. Али тоже пил спиртные. И другие сахапы тоже пили спиртные. Теперь мы скажем, что они были алкашами. Не скажем, почему. В этот момент спиртное не было запретным. Так и временный брак. Говорит.